добрый день вы смотрите канал мы живем в латвии сегодня у нас второе ноября 2022 года начался у нас новый месяц и вот такие вот новости у нас со вчерашнего дня напомним что начали выплачивать пенсионерам пособия по 10 20 и 30 евро 30 евро выплачивать тем пенсионерам если размер пенсии не превышает 300 евро в месяц 20 евро если размер пенсии находится в диапазоне от 301 евро до 509 евро в месяц и 10 евро будут начислять тем у кого размер пенсии находится в диапазоне от 510 евро до 603 евро в месяц ну а тем пенсионерам у кого то получает 604 евро и более ну вот в том числе и я подпадаю под этот этот пункт государство ничего не заплатит так что вот так вот друзья это я напомнил со вчерашнего с 1 ноября вот кто начинает получать пенсию с первых чисел то вот сегодня второе число у вас на счетах будут немножко больше денег появляться и смотрите как они пишут госагентство по соцстрахованию газ начало выплачивать пенсионерам новое пособие чтобы компенсировать стремительный рост цен на отопление да это поддержка это просто великолепная великолепная в кавычках я имею ввиду это же огромные деньги вы что это в среднем ну 30 20 10 ну пускай даже где-то ну двадцатку кто-то будет получать в среднем кто-то десятку ну и 30 евро а давайте я вам объясню немножечко наши местные кто здесь живет латвии большинстве своем случае возможно и знают знают что пенсия здесь в латвии большинство населения пенсионного возраста получает от 200 до 300 за редким исключением от 300 до 400 даже включая вот это повышение последнее на 24 процента получают мало а давайте теперь порассуждаем вот смотрите живут два пенсионера два пенсионера ну в среднем 70 лет муж и жена в основном одни дети отсоединились получают они все вместе вдвоем получают ну пускай 600 я беру в среднюю цифру это очень даже хорошо если 600 выходит за квартиру а у многих трехкомнатные у кого-то четырехкомнатные ладно не будем брать трех четырех двухкомнатная квартира 200 как минимум а то и больше вот сейчас будут повышать они я дальше продолжу опять за отопление вот смотрите пускай 300 евро возьмем до 200 300 евро но одну пенсию отдай отдай государству вот за все эти коммунальные услуги том числе отопление самое высочайшее я уже молчу про все остальные потому что все повышается повышается и повышается друзья я имею ввиду коммунальные услуги коммунальные платежи повышаются каждый божий месяц со вчерашнего дня они объявили во многих городах латвии в том числе и в елгаве они опять поднимают тарифы за отопление от разброс очень большой от 9 процентов в некоторых городах до 90 процентов повышение на отопление цены на отопление до 90 процентов ну как я и на предыдущих выступлениях говорил затрагивал эту тему ну что не месяц то повышение что не 1 ноября вы посмотрите тут куча мне в одно видео это не войдет друзья посмотрите опять повышение на тарифы битте поднимает тарифы на евро 75 lmt указали что среднее повышение цен для частных лиц составит 2 евро друзья теле 2 вот мы на теле 2 тоже они с 1 декабря пока решились не из 1 ноября они немножко отделились друзья вам ничего ничего не кажется что это не напоминает это сговор друзья это мое личное мнение это сговор вот этих вот вот сговор просто сговор как это так они одновременно двое а лмт попозже на месяц друзья на все поднимаются тарифы абсолютно на все так что ждите еще повышение на все остальное все в магазинах и так далее и тому подобное так вот смотрите продолжу эту тему у нас вчера было первое число первого ноября ну как самая главная новость у нас все социальные сети этим были заполнены как у нас 14 7 вчера открыл свою работу приступили к работе депутаты вновь избранные одна треть депутатов осталось старые две трети новые обновлением всеми ох это ой как красота вот так вот подумаешь наверно будут у нас изменения у нас будут сейчас все строить и и так далее подобные надежды такие хорошие зря друзья зря мое личное мнение я почитал комментарии под этими выступал президент у нас наш президент выступил ну я так от себя скажу такой речь такая вы была знаете ну он он просто прочитал все зачитал не своими словами плохая речь плохие новости как я всегда говорю ну это я от себя говорю ничего нового там не сказал он просто повторил как я в одном своем видео как я говорил почему у нас литовцы и эстонцы живут лучше почему у нас литовцы литовский народ и эстонский народ уже сколько лет ездит по хорошим дорогам некоторые даже просто отличнейшие дороги я говорю потому что и вы там бывали и не раз как в эстонии так и в литве некоторые так шикарные просто трассы шикарнейшие как городах так и других регионах и районах это я только один пример вам сказал по дорогам я уже молчу про пенсии что у них выше пособие выше и так далее и тому подобное и что же он еще нового нам сказал вы заступаете на четырехлетний период работы да вам типа я от себя достается такой кризисный кризисные времена ай-яй-яй ай-яй-яй друзья у нас уже эти кризисные времена 30 с лишним лет идут с 91 года начиная и никогда не кончались эти кризисные времена никогда почему мы отстали он назвал что мы от евросоюза страны евросоюза отстали очень далеко я от себя говорю так но я не буду пересказывать точно что он там какие слова говорил вы сами это может быть слышали но это кто в других странах живет он выступил ну даже даже отстаём от эстонии и литвы а что ты предложил конкретно ты как президент нашей страны латвии какие у тебя какие есть направления что ты им предложил конкретно сделать чтобы у нас было лучше изменения какие предложил в лучшую сторону никаких просто пожелал им работы работать один одного депутата не было кстати до одного не было ну якобы заболел как я говорил уже начинается они будут присутствовать многие не будут присутствовать но денежки будут посылать это просто было ширма у нас семь у нас есть управление у нас есть то у нас есть все якобы вот я почитаю пару комментариев может быть даже тройку комментариев вот после вчерашних новостей один пишет но я естественно не буду называть никаких нефимен имен не фамилий один комментатор пишет воровать у своего народа нужно уметь так чтобы все думали что это просто реформы пожалуйста аттракцион невиданной щедрости вот про эти 30 20 и 10 евро ну я тоже я поддерживаю вот это вот комментарий это вообще друзья я не понимаю еще один пишет не будьте наивными разве что-то за эти годы поменялось нет и при новом правительстве не поменяется читаю дальше пока существует евросоюз ничего не поменяется только будет хуже вот когда латвия вступала в евросоюз народ латвии вот кого не спрашивал ну кто-то знаете просто не понимали думали что будем жить прям в шоколаде сыры в масле и бекони и так далее и тому подобное ну народ не знал всех вот этих вот доскональных подробностей на каком условии латвия согласилась вернее не латвия а евросоюз согласился взять латвию свой состав евросоюза на каких условиях на условиях полного полнейшего разрушения промышленности сельского хозяйства и так далее по всей цепочке вот такие у нас это вкратце друзья потому что будет очень большое видео если все вот эти вот новости буду я озвучивать очень много новостей и все новости еще раз повторяю плохие все высшую только все поднимается все повышается нам подняли минималку обещали но это будет с первого января минималка повышение так эта минималка уже съедена в этом году съесться полностью и мы повторяю отстаем от ближайших наших соседей эстонии и литвы уже отстаем намного на долгие годы вперед ну как сами понимаете у них минималка уже восемьсот с лишним будет а у нас только шестьсот двадцать хотят сделать друзья я на этом буду заканчивать потому что сильно большое видео еще раз повторяю вчера было первое ноября новости вот такие тарифы поднимать повышаются буквально на все их не перечесть и будут дальше повышаться держитесь друзья держитесь здоровья всем желаю ну я даже неудобно как-то желать ну благополучия конечно пожелаю да счастья но что делать друзья вот как говорят в ой что в некоторых комментариях я тоже немножко отступлюсь пишут а что же вы только трепетесь а ничего не предпринимаете а вы что предпринимаете в своей стране напишите мне конкретно что вы сделали для улучшения жизни в своей стране как как простой народ вот посмотрите вот последние были выборы кого не спрощишь мы горит не голосовали за них они вон они опять там они вон и не опять там кроме пару партий но одну партию вы все сами знаете как это какая партия и по делом и по делом я не буду называть почему не вошли они в этот 7 потому что вы так работали заслужили надеюсь вы понимаете какие партии не вошли ну а остальные партии от них ожидать вообще хорошего вообще ничего нет следующее видео у меня будет очень интересная тема у них только одна тема у этих депутатов вот и что бывших что вот вновь избранных одна тема болтовня и и все чтобы присутствовать на этом в этих заседаниях получать свои денежки а чтобы созидать у них нет ума вы понимаете нет ума им не разрешают это делать на этом я заканчиваю свое видео все вам доброго желаю всем здоровья счастья благополучия не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки пишите комментарии что вы об этом думаете еще раз всем здоровья держитесь друзья да наступает очень труднейшие времена просто труднейшие особенно вот в этот зимний период я так давно уже заметил и вы как заметили правительству наплевать на простой народ просто наплевать а те кто получает много им тоже наплевать я имею ввиду кто не в семье и так далее не депутаты и не члены правления чего-то там им все равно вы понимаете вот те же бизнесмены и так далее то подобное ничего не изменится друзья если за 30 с лишним лет не изменили идти тем более сейчас выборы посмотрите какие выборы были ну и что толку